Проверка, проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Я первый, да? Нет. Главное, уровень. Еще что-нибудь говорю. У тебя будет... Я бы так громче обычно говорю. Вот. Про него я тебе рассказывал. Вот ридель девочек, которая... Зайка, ты подключилась? Под микрофоном. Мы готовы. Все готовы. Сейчас я их подобью. А вы тут как сидите-то обычно? Повальяжнее? Развалочку вообще. Ноги крестиком. Машу убрать, да? Вопросы не исчерпываются. То есть, что-то пойдет. Как пойдет, так пойдет. Ренат, сегодня наш разговор будет во многом связан с велоспортом. Но перед тем, как начать эту беседу, у меня есть один вопрос, который тревожил меня на протяжении нескольких дней. Почему велоспорт, когда ты начинал заниматься хоккеем? Наверное, судьба таким образом складывалась вообще во всей семье, что от велоспорта никуда было не деться. В итоге дороги привели туда, несмотря ни на что. Но эта история более длинная, можно рассказать ее подробнее. Вообще, насколько я знаю, что даже были какие-то успехи весьма существенные в этой карьере. И потом, все-таки, почему она прекратилась? И как так получилось, что ты все-таки стал велогонщиком? Я вообще на аккордеоне играл. Вот так. Изначально. И каким-то образом мы там подружились с другом во дворе. И он занимался в школе «Спартак» хоккеем. Достаточно там уже так хорошо, несколько лет. Это было тяжелое испытание. Я с ним подвязался, попытался туда попасть. Мы с ним приехали. Нужно было каждый раз на тренировку ездить. 5.30 выезжали, насколько я помню. То есть очень рано, зимой особенно, это было очень холодно. И когда я туда попал, мы все играли в хоккей на коробках, которые в каждом дворе практически были. Сами там заливали. Тренер посмотрел на меня и сказал, да, парень, тебе, наверное, это, еще рано пока на такой гладкий лед выходить. Но, тем не менее, как-то так получилось, что они меня оставили. Не знаю, может, я поулыбался хорошо. И все тренировки на протяжении долгих месяцев мои складывались в то, что мне давали очень простое задание. 100 кругов по хоккейной коробке, там 150, там 200, потом и так далее. И в итоге как-то уровень катания поднимался, поднимался. И мне в конце концов говорят, давай попробую. Я там попал, как сейчас помню, в четвертую, по-моему, тройку. Ну, пятерку, четверку, тройку, наверное, тройку, правильно сказать, да. Потом как-то даже переместился, по-моему, в третью. А потом, а потом кончилась зима, прошла весна и наступило лето. И получился такой перерыв в тренировках, потому что это был юношеский спорт, естественно. Я даже не помню, сколько мне лет было. И я решил, ну, учитывая то, что у меня отец мастер спорта международного класса повел о спорту, и рекордсмен СССР, брат гонялся тогда уже достаточно серьезно. Я думаю, ну, надо попробовать. И я отправился, чтобы не терять время, на стадион «Наука». Это на Войковской такой стадион был. Сейчас, наверное, там уже нет. Решил сам просто пойти без помощи, не обращаясь к папе. Просто решил записаться в секцию по велоспорту, не зная, что меня ждет там. Все истории успеха уникальны по-своему, но объединяют их три главных спутника. Страсть. Когда вы готовы свернуть горы ради достижения цели. Рациональное использование ресурсов, как финансовых, так и физических. И опытный наставник, который поможет реализовать поставленную цель. И если вы уже выбрали свои страсти в велоспорт или триатлон и готовы к достижению своей цели, лучшим помощником в этом станет сеть магазинов велоспорта. Оказавшись здесь, вы почувствуете, что такое истинный комфорт и сервис. Опытные консультанты, все как один фанаты велоспорта, подберут для вас лучшее оборудование и экипировку, исходя из бюджета и физической подготовки. Обязательно расскажут о новинках индустрии, дадут совет из личного опыта. Правильная посадка, техника педалирования, качественный сервис и ремонт велосипедов любой сложности. Проведите тренировки на ватбайках или своих велосипедах, наслаждаясь, например, видами самой красивой набережной столицы. Уютные раздевалки и душевые, а еще массаж и вкусный ароматный кофе. Доставка и хранение велосипедов и… Да, интернет-магазин, если времени совсем нет. А по промокоду PANFILOT вы получите скидку на любые товары и услуги магазина велоспорт. В общем, это и есть сервис. За вас сделают все, кроме тренировок, разумеется. Будьте с нами. Велоспорт – это мы. Мой первый тренер, удивительным образом тот человек, которого я встретил там в секции велоспорта на стадионе «Наука», оказался Сергей Афанасьевич Компанец, который по сей день на протяжении многих лет успешно возглавляет сборную России по треку, по велоспорту на треке. Большое количество наград под его руководством завоевала наша сборная. То есть вот тогда, я даже не помню, какой это был год, честно говоря, наверное, 92-й, 93-й, мы тогда познакомились и до сих пор отлично общаемся. Тогда он принимал все акции на науке, а уже сейчас несколько олимпийских циклов подряд возглавляет нашу сборную команду. Начал заниматься там, на науке, потом мы как-то плавно переместились на стадион юных пионеров, ну, тогда он еще был, на беговой. Сейчас там какие-то другие здания уже построили давным-давно. Помню, велотрек был бетонный, 400 метров круг, но мы вот там начинали наши занятия велосипедным спортом уже в таком более серьезном уровне. Все гордились там на велосипеде, и один раз нас даже отпустили по домам на шоссейных велосипедах, тогда были велосипеды Старшесе, это была такая гордость неимоверная, просто доехать до дома от своей секции, от занятий на велосипеде приехать, просто гордился этим, тебе казалось, что на тебя все смотрят, когда ты едешь по улицам, достаточно безопасно тогда было. И потом плавно-плавно мы начали некоторые тренировки проводить для нас, начали уже на велотреке в Крылатском, и случилась совершенно странная вещь, я был очень маленького веса, не такого уж большого роста, и меня определили в спринт. Каким-то непонятным образом я попал именно в спринт, 200 метров сходу, там все вот эти дисциплины. Не помню уже, какие результаты там удавалось достичь, но это было просто даже по моей комплекции не совсем, так сказать, совпадало. Вот, но занимался спринтом долгое время, и после этого уже потихонечку стал с шоссейной командой, там подключаться с шоссейной командой ЦСКА. На тот момент я помню, ну какая-то помощь мне понадобилась со стороны папы, который возглавлял как раз армейский велоспорт долгое время. Не помню, в 92-м году, в декабре, я попал на первый сбор, увидел там старших товарищей, сборную команду ЦСКА. Смотрели, конечно, мы на них, наверное, так же, как сейчас может любой велосипедист, начинающий посмотреть на Погачара или Эвенпуля. То есть для нас это были такие люди, такие герои. Само собой так и должно было быть. И плавно вот в команде ЦСКА закрепился и поехал по сборам, перешел уже полноценно на шоссе. Хотя справедливости ради стоит отметить, что звание мастера спорта в 16 лет я получил именно на треке. И это тоже отдельная история, потому что трек вообще не заходил, честно говоря, все время как-то в отличие от старшего брата Паши, который выиграл больше чем 10 титулов чемпиона России на треке, выступал на Олимпиаде в Атланте в 96-м году в групповой гонке по очкам, представлял Россию. То есть он был таким трековым гонщиком, настоящим и в одиночку тогда разбирался с такими серьезными сборными регионов, как Самара или Санкт-Петербург Александра Анатольевича Кузнецова. То есть прям в одиночку, я здесь ни в коем случае ничего не приукрашиваю. В финале групповой гонки, где 24 человека выходят на старт, 10 или 11 человек от Самары, 10 или 11 от Санкт-Петербурга. Это брат мой Павел, и кто-то один из него, из помощников, по-моему, стартовал. И вот так вот разбирался с бригадами по 10 человек, но он был трековым гонщиком. У меня же трек не шел совсем, и я с ним выступал в парных гонках, для меня это было, конечно, такое испытание, а он многому меня научил, и мне удалось на чемпионате России, тогда с ним жесточайшая конкуренция была, мы были третьими, бронзовая медаль, и мне дали мастера спорта, по-моему, 16 лет мне было, да. Это вообще было просто незабываемое впечатление. Ну, в общем, трек какой-то отпечаток наложил, а позднее я прям на шоссе полностью переключился уже. И потом принял решение покинуть Россию, уехал в Италию. В тот момент, давайте говорить прямо, как оно было тогда, достаточно много гонщиков из России, да и не только, вообще с постсоветского пространства выступали, особенно в Италии. То есть большое количество гонщиков можно было встретить практически на каждом старте. Мы там прямо целыми группами собирались, разговаривали, общались, да. На тот момент, я помню, это был 98-й год, мы были в ЦСКА, ЦСКА «Лада Самара» на тот момент, называлась команда, и Денис Меньшов там был. И вот, по-моему, после чемпионата России в 98-м году Дениса тогда уже пригласили в Испанию. Он поехал с помощью другого нашего легендарного тренера, тоже к нему обратился, Ренат Латыпов, это наставник команды из Уфы, Башкортостана. То есть он создал там огромную школу, это тоже, я считаю, очень заслуженный человек в велосипедном спорте отечественном. Он мне помог найти команду. Я даже, честно говоря, не знал, куда я еду, не знал, как называется команда. Он мне просто сказал, берем билет на самолет, поехали, там разберемся. Я говорю, ну хорошо. В 98-й год, август месяц, мы прилетели вместе с ним. Ну он ехал по своим делам, там у него своя база в Италии была. А меня в Мальпензе, аэропорт Мальпензе, Милана, высадил он просто и передал в руки двум мужчинам, которых я никогда не видел. Я не знал ни одного слова на итальянском языке. Они, соответственно, не знали ни одного слова на английском. Ну так принято у итальянцев, у большинства, особенно старого поколения. И вот мы сели в машину, и ничего не понимаем. Они сказали, ну я уже понял, мы куда-то поехали. Они меня куда-то повезли в дом командный. Команда называлась Вирис. Она располагалась в достаточно крупном итальянском городе Виджевано. Это город неподалеку от Милана, там, примерно 40 или 50. И вот я приехал в этот дом, мне открыли дверь, туда зашел, там никого не было. Просто оставили без слов и все, и ушли. Ну это было достаточно забавно, потому что потом хотя бы приехали какие-то ребята, там пару гонцов из этой команды. Они там уже, соответственно, как молодое поколение что-то говорили по-английски. Я со своими школьными навыками там как-то объяснялись. Но был такой период, то есть ты попадаешь в абсолютно новую для тебя среду, никто тебя не понимает, ты не понимаешь, соответственно, никого. Денег, если честно, особо никаких не было. Телефоны мобильные, по-моему, там тогда пошли уже активно, но просто не было денег, чтобы оплатить, чтобы позвонить куда-то там в Россию. Мессенджеры тогда никакие не работали еще в то время. Прошло три месяца, я приехал после трех месяцев этого погружения и уже нормально объяснялся. Как-то так, да, как-то так вынудила ситуация, что нужно выкручиваться, учиться. Через три месяца мог уже объясниться, да. Ну а что касается гонок, да, там это отдельная, наверное, история. Просто когда вышел на старт первой гонки, для меня это был такой шок, потому что это были какие-то запредельные скорости, я такого никогда не видел. И это уровень непрофессиональных команд? Нет, конечно, это были, я тогда как раз был в Андерах, то есть это категория мужчины до 23 лет. И, по-моему, как раз первый или второй год, наверное, в Андерах, да, 98 год. Но все, что я видел, даже гоняясь, предположим, во Франции, мы ездили гонки в Бельгии, там даже где-то удавалось заезжать на международных гонках, там, в шестерку и так далее. Но то, что я увидел в Италии, мне показалось чем-то нереальным. То есть там люди, подъезжая к подъему, могли в первых двух виражах упасть запросто, потому что скорость была такая, что они не могли не вписаться в поворот, в гору при этом. На тот момент для меня это был шок. Вот. Но как-то вот адаптировались, там, через три месяца договорился я, что следующий год я тоже начинаю в этой команде. Там ко мне еще пару ребят из России присоединили. Ну, одного Андрей Мухин, он тоже гонялся с нами. И в 99-м году мы выиграли несколько гонок, я выиграл тоже одну гонку. В общем, мы там русским составом нормально так наколотили. 99-й год, да. В 99-м году уже обосновались и было очень... В общем, как-то адаптировались к тем ритмам, адаптировались к тем скоростям, кто как там ведут гонки. И, конечно, это очень сильно повысило на тот момент уровень. То, к чему когда-то, наверное, мы должны прийти и в нашем российском велоспорте, чтобы уровень гонок был таким, чтобы наши ребята, попадая за пределы в международный календарь, не чувствовали этого дискомфорта. А дискомфорт это очень большой. Тут нельзя даже... Я думаю, что каждый из нас, тот, кто в профессиональном спорте так или иначе выступал в соревнованиях, понимает, о чем речь. То есть, когда ты выступаешь внутри, на внутреннем календаре, это один уровень конкуренции. Международный уровень совершенно другой. А что нужно сделать, на твой взгляд, в России? Положим, через какое-то время мы вернемся на международную арену. То есть, как сейчас необходимо готовить молодых ребят, чтобы сразу они могли, выходя на международный уровень, чувствовать себя, ну, по крайней мере, на одном уровне со своими конкурентами. Сама тренировочная работа, на самом деле, она вне зависимости от того, там, в Италии ты находишься или еще где-то, она может быть воспроизведена в любом месте, в точке мира. А вот гонки, гонки это другое. И здесь рецепт, ну, если подойти к вопросу попроще, то давайте так говорить, ну, то велоспорте, кто гонялся, знают прекрасно, по каким дорогам, да и раньше, и сейчас проводятся наши соревнования. То есть, как правило, это маршруты туда-обратно, по широким дорогам, где, ну, минимум каких-то сложностей в виде поворотов, там, кольцевого, преодоления кольцевых развязок и прочее, да. А в Европе по-другому. В Европе очень сложные технически, с этой точки зрения, маршруты. Маленькие узкие дороги, большое количество поворотов, большое количество кольцевых развязок, смена ветра постоянная. То есть, бывает покрытие не всегда асфальтовое, то брусчатка попадется, то еще что-то. Вот, и за счет, и плюс очень много гонок, которые проводят именно на маленьких кругах. То есть, что-то формат критериума, типа, то есть, если у нас там в свое время, я помню, мы гонялись в горячем ключе, там, круг то ли 5, то ли 7 километров был критериум. В Европе-то такого не будет, там, будет километровый круг, ну, 2 километра максимум. То есть, это совершенно другая нагрузка с точки зрения техники. И я считаю, что физподготовка на уровне у наших ребят. А вот техническая подготовка, конечно, этот аспект, который сейчас колоссальное значение имеет на результат в гонках. Сколько ты сил сэкономишь на всех этих поворотах, на всех этих перемещениях по группе и так далее. По этому рецептам, ну, вот возвращаясь к вопросу, что изменить подготовки, это, конечно, подбор соответствующих маршрутов, да, ну, чтобы как можно более сложными они с технической точки зрения были. То есть, умение владения, да? Владение велосипедом, да, владение, видение ситуации в гонке, владение велосипедом. То есть, твоя позиция в группе, когда человек привык к тому, что он вынужден бороться за позицию от первого километра и до последнего практически, иногда и так, он привыкает к этому, для него это нормально. А когда ты можешь покататься, там, по широкой дороге, ну, там, где-нибудь, там, посидеть на сотой позиции, потом без труда приехать, особенно, если есть кому помочь, там, вперед, там без труда не приедешь. Даже если тебе помогают, ну, группа едет, повороты, то есть, не так-то просто, не так-то просто переместиться из хвоста пелотона вперед. И если эти навыки мы будем нашим ребятам давать, у них не будет такого дискомфорта в европейских гонках. Тренировочные объемы. У нас больше, у них меньше. У нас больше. У нас больше, да. В 2000 году я выступал, там, на тот момент это считалось лучшая команда. Любительская, так они назывались, как это, Андеровская категория, то есть, это не профессиональный велоспорт, а молодежный. Неправильная, наверное, формулировка любительская. Многие могут подумать, что, мол, любители это не настоящие велосипедисты, а те, кто просто... Те, которые вечером с работы приходят. Нет, это просто определение, которое было долгое время, еще с советских времен. Были профессионалы и были любители. То есть, любители это, по сути дела, гонщики, которые не имели профессиональных контрактов. Но на деле это все один мир. И вот я как раз в молодежном клубе Мопей, тогда, Грасси Мопей, команда была лучшая по обеспечению была на тот момент. Пригласили как раз после 99-го года. Тоже очень интересная история. Расскажу обязательно, как я договаривался. Не имея опыта и не имея менеджера, на тот момент не было принято иметь своих представителей и так далее. Но это было смешно, я расскажу об этом. Так вот, я когда приехал к ним на первый сбор, они... Я, честно говоря, удивился, какие-то тренировки странные. 90 километров, 120 километров. У нас так не принято. У нас там 120 начинается, только все самое интересное. Мы в Ладе там 150-240 ездили. И мне казалось, такие короткие. Но когда поехали эти работы, что там 90 километров от первого километра, так плевают, что приезжаешь, тебе больше уже не надо. То есть интенсивность высокая. Объем меньше, интенсивность выше. А по поводу обещанной истории. Я как раз... Мне позвонил представитель команды, Грасси Мопей. Я так удивился. Считайте, что... Как сравнить это? Ты там выступаешь, предположим, в каком-нибудь среднем европейском клубе. И вдруг тебе кто-то набирает из команды Реал Мадрид и говорит, не хочешь к нам присоединиться? Я так это... В общем, поехал навстречу с кем-то. Не помню, один. И на тот момент у меня была зарплата. Ну, сейчас это уже столько лет прошло. Тогда даже не евро были, а лиры. Зарплата была 500 тысяч лир. Это 250 долларов. И мы сели с ними, команда крутая. Меня спрашивают, ну мы тебя приглашаем к себе, ты нормально так сезон провел. Сколько ты хочешь получать? И я такой думаю. Ну, я вообще сам по себе человек очень такой... Не наглый, давайте так говорить. Сдержанный. Но в тот момент я решил набраться наглости. 500 тысяч я получал, лир старых итальянских. И я говорю, миллион. Они такие договорились. А потом оказалось... Потом оказалось, что была самая маленькая зарплата в команде. Ну, миллион лир это 500 долларов на тот момент было. Вот. В общем, да, самая маленькая зарплата. Но при этом я там ехал фактически на уровне лидеров. Да, и... Но самая маленькая зарплата. Вот так. Ну, у Гатима Пэй вообще шикарная форма. Мне очень нравилась. Вот расцветка. Вот это очень красиво. Они такие яркие всегда были. Очень красиво. И как долго ты с ними прокатал? Год я. Год. А потом перешел в другую команду. Просто мне в Тоскане было... В Тоскане было тоскливо. Да? Вот. И я решил поближе сюда переместиться уже к северу Италии. Вот. И там как раз 2001 год. Тоже хорошая команда, крупная. Готовились там к Джиро, к этому Кандеровскому. Вот. Ну и... В итоге там двойная история такая получилась. Немножко с коленом у меня там вышла такая травма, которую я не мог преодолеть. Это даже не травма от падения. Это было... Где-то я застудил колено и не мог тренироваться долгое время. И жили еще в поле. Там дом в поле располагался. Никуда выехать нельзя было. Так что-то грустновато было. Вот. И на тот момент я, на мой взгляд, серьезное для себя решение принял. Но я решил... Я решил уехать из Талии. И решил завязать с этим делом. Потому что... Потому что, ну, наверное, сейчас трудно вернуться воспоминаниями к тем временам. Потому что это более 20 лет назад. Вот. Но по совокупности факторов мне показалось, что надо ехать домой. И пытаться развиваться в чем-то другом. Вот и все. Не просто было, но я что-то решил и сделал. Не жалишь? Нет. Ни о чем жалеть нельзя. А с Денисом Меньшовым не гонялся? Ну, выросли вместе. Да, мы... Здесь? А там? Мы... В Европе? В Европе мы, по-моему, не пересекались вообще никогда с ним на гонках. Потому что как раз он уже перешел в профессионалы потом. Вот. Но другой календарь ездил. С 93-го года, получается, первый раз встретились на сборах. ЦСКА. 93, 94, 95. До как раз 98-го года вместе гонялись в одной команде. Это все в ЦСКА было. Помню, ехали вместе в гонку в Греции. И мы уехали в отрыв. Я, Денис Меньшов, в гору. И болгарин, и Вайла Габровский. Я как сейчас запомнил. И мы едем, едем. Уже дело к финишу. Я говорю, мне не надо что-то решать. Потому что, ну, как-то нам надо выиграть этот этап. Ну, в общем, решали, решали, планировали. Ну, в итоге заняли второе, третье место с ним. И Вайла Габровский нас на финише разделал. Ну, мы оба с ним были не очень быстрые на финише. Поэтому ничего не получилось. Ну, и гонку все равно выиграл Денис в общем зачете. Так что все было классно. А ты когда-нибудь комментировал его, когда работал на Евроспорте? Конечно, конечно. И это самая запоминающаяся, конечно, работа была. Это момент его падения на заключительном этапе Джереди Италия в 2009 году. Когда он в лидерской майке упал в скользкой брусчатке. Разделка в Риме. Есть, по-моему, записи в Ютубе. Мы там с Квардюковым так... Я даже не знаю, кричали что-то. Что-то такое творилось у нас. То есть на тот момент казалось, что... Ну, лишь бы встал и поехал дальше. Но он стал быстрее, чем мы успели подумать. Это и поехал дальше. Да, конечно, конечно, много гонок. Расскажи немножко об этом периоде сотрудничества с Курдюковым. Как раз Евроспор как-то вообще попал туда. Опять же, здесь виноват брат. О, как. Павел. Мы... Не помню, под каким предлогом или почему... Мы попали на презентацию команды Олега Тинькова. Когда они первый год, по-моему, презентовали команду Тиньков кредитной системы в Москве. Где-то возле... В ЦУМе, по-моему, было. И вот мы там туда попали. И там увидели Курдюкова. Он... Как-то визуально мы знакомы были, но не близко. И подошли что-то пообщаться. И Паша говорит, Сергей, вот, говорит, Ренат у него там... Он много знает, у него говорить получается хорошо. Бери его к себе. И обменялись телефонами. И меня пригласили туда на какую-то гонку. И я помню, что один из первых репортажей, конечно, посадили с кем-то из опытных комментаторов. Эта студия была здесь, в Москве, располагалась. Вот. Андрей Кондрашов, по-моему, в качестве моего наставника. Тогда мы с ним сели. Откомментировали несколько гонок. Мне очень понравилось. Это прям такой адреналин. И тебе хочется вернуться снова и снова. И вот в один из дней, это как раз был 2007 год, мне как раз позвонили с Евроспорта, Евроспорт Россия на тот момент, и говорят, у нас гонка в Испании. Сейчас у нас нет никого. Вот ты провел несколько репортажей, ты готов сесть один? Я говорю, готов. Ну все тогда, мы тебя ставим в эфир. Вот у тебя там, я не помню, какая-то гонка в Испании, это из первых категорий. Даже не важно, это сейчас. Я приезжаю. Ну мне там распечатали какие-то интервьюшки, скрипты там и так далее. Ну все, говорит, все, сел один. Ничего не предвещало, как говорится. Начинается трансляция. Трансляция была двухчасовая. Ну не длинная, не короткая, нормальная. И первые картинки показывают с вертолета, снимают горы. И режиссер из Парижа как раз шла. Режиссер говорит, у нас проблемы с картинкой, мы не можем получить видеоизображение с мотоциклов, поэтому мы будем показывать горы с вертолета. А молчать-то нельзя. И я два часа рассказывал, видя на экране, просто идет трансляция, ничего не показывают. Просто вертолет снимает горы. Я два часа сидел и рассказывал про велоспорт без остановки. После этого мне уже было ничего не страшно, после этого испытания. Но на самом деле школа огромная, которая была там пройдена, потому что очень много репортажей провели вместе с Сергеем Курдюковым. Там особенно длинные, 5-6-часовые. В одиночку, ночью, там по-разному. Очень много запоминающихся вещей там случилось. Опять же, тот же самый 2007 год, когда у меня дочь родилась 26 июля 2007 года. Я помню это не потому, что я на Эверспорт ходил, потому что день рождения у нее 26 июля. И я просидел в роддоме вместе с супругой практически весь день. Телефоны, помню тогда, но новости не смотрел, а может быть в 2007 году особо-то там, что, как-то информационные источники не так хорошо работали, как сейчас. И вот мне как раз позвонили, говорят, слушай, там вечером хайлайты будут, ты не хочешь откомментировать? Ну, там обычно получасовая трансляция, лучшие моменты этапа. Я говорю, не проблема, приеду, потому что как раз дочь родилась там уже ближе к вечеру. Ну, там, сколько-то ты побыл в роддоме, все, все отдыхать. Я поехал дальше работать. И я тоже, опять же, ничего не предвещает. Я приезжаю туда, почти опоздал. То есть оставалось 5 минут. И мне этот скрипт, а там все по скрипту идет, в хайлайтах, дают в руки прямо перед входом в кабинку. Я хожу, начинается, ну, я уже такой тертый калач, опытный, значит, не, справлюсь с любой ситуацией, думается мне. Начинается картинка. Чувака из кофейдис просто под белой ручки, полиция ведет куда-то там в полицейскую машину. Я такой, не понял, что это происходит. Пытаюсь читать. Дальше просто показывают, что желтая майка лидера, Расмуссен, помните, был такой гонщик? Конечно, конечно. Была снята с гонки. Я не понимаю, что происходит. То есть я пришел, вчера все ехали, а сегодня желтая майка каким-то образом пропала. И я не успеваю прочитать, я не понимаю. Ну, как-то я выкрутился. Я даже помню, находил, в общем, как-то успел я там прочитать, дотянул до рекламной паузы и уже там вник в ситуацию, что этого товарища из кофейдис там по допинговому делу куда-то в полицию забрали. Этого по тому же вопросу, соответственно, сняли с гонки. Кантадор стал лидером. Но просто вот эта вот вся ситуация, когда ты целый день, первый ребенок родился, я не знаю, как описать эти ощущения, это совершенно другое. И ты приходишь туда на радостях, что все будет хорошо, а тут такие события. Ну, вот Евроспорт, много чего интересного. А все комментарии, все эфиры всегда были только в Москве или на местах тоже иногда получалось? Вообще, это такой вопрос, студия тогда располагалась в Москве. Это было очень интересно, потому что это был такой мир, ты приходишь, ты там можешь, ты нальешь себе кофе растворимый, поговоришь с другими комментаторами, там снукер, теннис, там разные другие виды спорта, бумажки распечатаешь, посмотришь. То есть, ну, это такой мир, который затягивал, это было интересно, это телевизионная работа. Был у нас потом опыт из Италии, комментировали, много включений делали, созванивались, ну, много работы шло из Москвы. Сейчас не так, сейчас по-другому как-то организовано, ну, в общем, тогда это было действительно интересно, это телевизионная такая студийная работа была. Сама организация, вот эти все бумажки остались или нет, вот как раньше, там приносят тебе какие-то списки, новостные выпуски? Мы вообще лес берегли, помню, уже на таких более поздних порах, после там нескольких лет ты уже четко для себя понимал, что тебе проще там старт-лист открыть на компьютере, тебе не распечатывать его. То есть, многое упрощается, когда приобретается некий навык, работает, и ты уже начинаешь следить за несколькими источниками информации. То есть, у тебя есть свой один компьютер, свой ноутбук, то, что происходит на мастер-картинке, да, то есть, и то, что тебе говорят иногда режиссер. И самый-самый большой навык – это уметь складывать эту информацию воедино, воспринимать из разных источников практически в один или тот же момент, потому что бывает, ты читаешь, тут тебе что-то говорят, там показывают. А в эфир выдаешь некая саннария, да? Да, в эфир уже спокойненько, да, да. Это, конечно, очень серьезный опыт. Как долго проработал на «Евроспорте»? Я, по-моему, вот я не запомнил, какой год, но, наверное, уже ближе к 2020-му, где-то уже, ну, из тех репортажей, которые проводили совместно, а, или совместно с Курдюковым, да, наверное, 20-й год, может быть, 19-й, 20-й, но долго, долго получилось там. А больше 10 лет? А больше 10 лет, да. Причина ухода? Да, да там как ухода, то есть там, это такая работа, конечно, тебя там ценят, любят, особенно такой технический вид спорта, как велоспорт, специалистов не так много, но когда пропал вот тот студийный, телевизионный, ну, в связи с переходом, какие-то удаленные технологии, антуража, то того формата перестало быть так интересно, если честно. А какая насмотренность? Сейчас очень модно говорить, что для того, чтобы быть экспертом, нужна насмотренность. То есть помимо вот той гонки, которую ты комментировал, ты еще какие-то другие соревнования, старты, журналы, сайты и так далее мониторил? Естественно, смотришь всегда новости, но вот формат работы, скажем, европейских комментаторов, он вот какой. Обычно это всегда два человека, а один из них эксперт, другой журналист. Журналист ведет основной разговор, то есть журналист умеет, в принципе, поддержать любую тему, поговорить о том, о сем, горы, если что. Да-да-да, два часа, два горы. А эксперт, это человек, который, как правило, кто-то из бывших гонщиков профессиональных, то есть тот, кто знает изнутри. И вот они складывают очень интересную информационную картинку, потому что один более-менее ведет общую канву репортажа, другой добавляет туда интересные факты, техническую информацию, достоверную, то есть не какие-то там странные формулировки и так далее. Он знает изнутри эту кухню хорошо. У нас это было в одном лице всегда. У нас на нашем Евроспорте, мы редко, когда вдвоем садились, это обычно очень длинные репортажи, когда уже действительно шестичасовой репортаж в одиночку, ну достаточно трудно. Хотя Курдюков Сергей может без труда, как говорится, осилить и такой хронометраж. Вот, но у нас, как правило, вот это было в одном лице. То есть, и я, честно говоря, больше склонялся всегда к оценке ситуации с точки зрения своих знаний о велоспорте, то есть ближе к экспертной оценке. Сергей больше в журналистике. А вот ты сказал видеть спорт изнутри. Расскажи, отвлекаясь немного от темы Евроспорта, так как ты все-таки был в командах, ну мы как любители, как просто зрители, которые видят там в ютубе или просто в телевизоре саму гонку, то есть что видим мы? Это пилотон, это несколько первых лиц, ну может быть шесть, так где-то примерно кто-то первыми финиширует, потому что потом, когда идет вся толпа, все это уже в трансляциях не показывают. Потом мы видим красивую картинку, когда взмывают руки победителя, ну и иногда там где-то в шортах или в рилсах мы видим, как кто-то из лидеров заходит в автобус и пританцовывая, значит все улыбаются, отмечают какую-то победу. Как на самом деле, как живут гонщики внутри вот всей этой кухни? Мы обычно, как интересно говорили, на соревнования мы приезжаем, чтобы приз забрать, а вся остальная работа остается за пределами видения телекамер и так далее, как и в любом деле, ведь мы когда приходим на концерт, мы видим труд музыканта, как он классно все делает, а всю ту рутину, которую он выполнил на протяжении многих лет, мы же не видим. То же самое и здесь, разные бывают ситуации, гонщики ведь такие же люди, они могут злиться, могут выходить из себя, могут очень сильно выходить из себя, особенно когда это происходит на фоне усталости. Здесь очень многое зависит от стаффа, от персонала, который работает вокруг, то есть вовремя эти моменты ловить, успокаивать, разводить по разным углам. Я много чего видел, мы по-разному разговаривали. Честно говоря, есть документальный фильм о нашей команде, который был выпущен в 2017 году, там много закадровых съемок, вот именно, то есть закадровых, бэкстейджа такого, да. То есть там много. Я могу сказать, это как в обычной жизни, потому что это как про семью, как какую-то семью, которая в социальных сетях публикует прекрасные картинки своего совместного времяпрепровождения, но при этом, конечно же, не публикует все то, что происходит дома на кухне. Так что спорт абсолютно ничем не отличается. Внутренняя конкуренция есть? Или порсу? Есть в генеральной классификации один лидер и все, остальное лидер, так сказать. В профессиональном велоспорте, скорее всего, здесь уже все ближе к тому, что каждый знает свою роль, свое место и свою работу. Именно поэтому это уже профессиональный велоспорт. Внутренняя конкуренция всегда имеет место быть в любителях, конечно же, в юниорских командах, в молодежных, там это нормально абсолютно. Здесь же, когда люди попадают, это их работа, они прекрасно знают, для чего их взяли в команду и как им нужно быть готовыми. Конечно, мы не исключаем того, что там ты выходишь на старт, ты должен понимать, что ты должен быть на уровне. Но люди воспринимают это уже как часть своей профессии и выходить на старт там неподготовленным, никто не будет в здравом уме. В прямом смысле конкуренция нельзя, наверное, таким словом обозвать здесь. Здесь все равно каждый знает свою роль. Я имею в виду именно профессиональный велоспорт. Но не бывает такого, что, допустим, какие-то переходы из одной команды в другую возникают именно вследствие конкуренции? Такое, да. Здесь мы говорим уже немножко о другой части, о том, что в каждой команде есть как минимум два-три лидера для определенного вида гонок. И иногда вместе, конечно, им очень сложно уживаться, потому что каждый хочет выигрывать. И тогда случается то, что мы зачастую видим, когда громкие переходы из одной команды в другую, вроде бы все было хорошо, так хорошо договаривались, да, и тут хоп, и человек переходит в другую команду. Да, это иногда случается именно из-за того, что в команде появляется два человека, которые находятся примерно на одном уровне. И тогда уже здесь руководству команды приходится как-то определять роли тому и другому, разводить их по гонкам. Гонки, да, условно все равнозначные, но все равно же никто не будет отрицать, что Tour de France, это Tour de France, Gira и Vuelta, это тоже гранд-туры, но они немного меньше, так сказать, оцениваются общественностью в категории гонок. Чуть-чуть пониже. А вот эти все расчеты, вес, мощности, углы наклона, трасс, я очень много читал о том, что под конкретного гонщика делается расчет той или иной трассы. Ну, например, идет большая петля. В этом году там столько-то набор, столько-то длина, столько-то горных участков, столько-то спринтерских участков. И вот под него подходит лучше, ну, условно, Vingegor, потому что вот у него есть отношение веса, к его мощности, допустим, ФТП, какие-то другие физиологические параметры, по которым он больше подходит именно к этой гонке. Вот есть такое или это просто мифы, о которых много пишут? Ну, это немножечко мифы, потому что, несмотря на... Я даже объясню это более простым методом, несмотря на то, что вокруг каждого гран-тура... Ну, давайте про гран-туру говорить. Когда выходит трасса тура на следующий год, все начинают говорить, ой, как много гор, или ой, наоборот, как много разделок. Но при этом погачар или ребята, они как-то не пропадают оттуда никуда, то есть они все равно стартуют. Это происходит, потому что, как бы то ни было, всегда присутствует в любом гран-туре определенная доля той или иной части велоспорта, я имею в виду горы или индивидуальные гонки. Да, чего-то может быть больше, чего-то меньше. Но если смотреть в среднем, Tour de France всегда остается Tour de France. И в любом случае тот набор высоты или протяженности, этапов и так далее гонщикам придется преодолевать. Поэтому многодневщики всегда там будут иметь преимущество, да, те, кто едут в гору так или иначе. Да и, честно говоря, сейчас велоспорт так поменялся. Мы же видим, что даже чистые горники на таких многодневных гонках разделки едут на высочайшем уровне. И сейчас, по сути дела, человек, который не едет на индивидуальную гонку, не может претендовать на победу в таких многодневках, да и даже в недельных многодневках. Потому что на индивидуальной гонке потеряешь просто настолько много, что в горах не сможешь отыграть. А как ты относишься вообще к техническим средствам? Датчики мощности, то, что там гонщикам вообще замазывают их пульсовые зоны, то есть они видят только мощность, рации, по которым они работают во время гонки, плюс или минус? Я так понимаю, наверное, в твое время этого еще не было. Нет, уже рации не только были, они тогда были во всех категориях разрешены, не только в профессионалах. Я отношусь нормально, потому что... Нет здесь какой-то предвзятости? Нет, честно говоря, профессионалам они используют и рации, и все необходимое оборудование для того, чтобы мерить мощность, там готовится уровень настолько высокий, что, честно говоря, тут сейчас не найдете ни одной команды, в которой бы это не применялось. И это не только на уровне World Tour или Pro Team. Все команды молодежные тоже сейчас абсолютно экипированы всем этим необходимым оборудованием. Я считаю, что это нормальная эволюция велоспорта, скорости растут, все растет, все преодолевается быстрее, все становится более зрелищным. Так почему же мы должны сейчас искусственно ограничивать? Потому что те... Конечно, много людей говорит о том, а вот бы давайте отберем это, запретим то. Ну, по идее, тогда пересадить всех на железные велосипеды и пусть себе катаются, да. То есть можно и до этого дойти. Но, тем не менее, спорт становится быстрее, спорт становится всегда еще более зрелищным, интерес не пропадает. Так почему же мы должны ограничивать его в каких-то технических решениях? Я не знаю, мне кажется, это неправильный подход. На твой взгляд, эволюция дальнейшая в чем будет заключаться, чтобы увеличить скорость? Да скорость, мне кажется, уже увеличивает, честно говоря. Некуда. Интересно, но, конечно, есть какие-то, существуют ограничения, велосипеды сейчас легкие, да. Но, тем не менее, есть некоторые вещи. Вот какое-то время назад переходили на более тонкие покрышки, более тонкую резину. Сейчас, наоборот, вернулись к более низкому профилю, например, по колесам, по ободу, да, и потолще ставят резину для большего комфорта. То есть, ну, как бы что-то постоянно меняется. Куда дальше пойдет? Смотря что разрешит Международная Федерация, потому что, ну, какие-то сейчас ограничения есть. И, тем не менее, производители всегда находят какие-то новые решения. Ну, сейчас аэротруба, да, последняя. Все прогоняется через аэротрубу обязательно. Аэродинамика, керамика. Переключения, ручки переключения, которые wireless уже сейчас, которые, по сути дела, не связываются по беспроводной связи с переключателями. Эволюция идет постоянно, ее не остановить. Сам катаешься? Продолжаешь? Этим летом катались, да, с братом. Ну, правда, перерывчик какой-то был у меня, я там больше бегом увлекался. Да и, как и сейчас, тоже постоянно, регулярно меня что-то увлекло марафонским бегом в 2017 году. Вот, и в этом году катался, да, несколько тренировок таких классных проехали, там, по 100 километров быстро. Очень скорости такие, там, 35, средняя получалась с холмами. Было классно. Вот, а бег, да, вот прям увлек в 2015-м начал бегать для себя. И это, с чем было связано, было много поездок, и было очень просто взять с собой кроссовки, наверное, самое простое. И я такой думаю, буду заниматься там, сам бегал-бегал-бегал. В 2017-м году думаю, дай-ка марафон пробегу, попробую, как оно. Вот, сам готовился, без тренера, пробежал марафон, помню, в Милане первый. И вот с того момента, вот, 20 полных марафонов пробежал уже. 20? Да. Велосипедисты не любят бегать. Не знаю, бегают, я знаю, что и действующие бегают, да, вот. И, опять же, как-то все время спортивный какой-то азарт, хочется получше, побыстрее, там, какой-то момент просто добежать сначала было. Ну, я все добежал, но просто преодолеть дистанцию. Потом быстрее трех часов преодолеть дистанцию, потом... То есть трех часов? Вот. 2.39. Ух ты! Шикарный результат! Вот, и у тебя постоянно спортивный азарт появляется, и ты хочешь становиться лучше. Это абсолютно, мне кажется, нормально. Ну, то есть вот этот спортивный дух, он все время тебя подталкивает вперед. Можно на чемпионат мира по марафону, своей возрастной, попробовать. Попробовать можно, да. На триазлон? Триатлон, никогда не было даже мысли, если честно. Плавать плавали в свое время, но, наверное, как у любого велосипедиста, плавание будет самым провальным видом. Мы знаем, обычно с этим все сталкиваются. Я, слушай, с Сашей Винокуровым делал чемпионат мира в Ницце. Значит, он выплыл, 200 какой-то, там, совсем, ну, прям, 200 какой-то. Приехал первым, и потом просто, ну, то есть финишировал первым, ну, так все потихоньку догоняли, догоняли, догоняли его, но он все-таки успел. То есть он вот первым, так, в 45-49 он стал чемпионом мира. Да, это, мы с ним как-то один раз бежали в марафон в Париже с Сашей Винокуровым, тоже такой, ну, видно, что длинная дистанция для него, это самое лучшее. Потому что он сначала отставал куда-то, догонял, отставал, догонял, в итоге где-то уже ближе к финишу на Елисейских полях, там, от меня убежал, я даже запомнил, 2.54 он тогда пробежал, у него идея была там тоже из трех часов. Я где-то там у него тоже на минутку отстал, но самое интересное, что он такой, он же достаточно плотный, такой сложный, коренастенький, вот, и чем длиннее дистанция, тем лучше, да. То же самое, как он выигрывал Льеш-Бастон-Льеш, да, как он ехал классики, вот эти длинные, так и здесь, чем длиннее дистанция, тем лучше. Тема на десерт. Та самая команда мечты, которая воодушевляла всех российских болельщиков, Газпром, Русвело. Как ты там оказался, как получил приглашение стать генеральным менеджером, и что в итоге произошло с командой? Благодаря Евроспорт. Да? Я как-то наведу. Мы постепенно говорим, и так вот выходит, что мы принцип историзма поддерживаем. Наведу как-то все время был с этими комментариями, и в какой-то момент после Олимпиады 2012 года, где ребята готовились, то есть тогда команда называлась Русвело, и генеральным менеджером был Хейка Зальцфедель, это немецкий специалист, он очень грамотный специалист, но, к сожалению, ушел из этого мира, вот, и какое-то время назад. И вот в 2012 году после Олимпиады решили поменять уже под российское управление, и тогда Александр Михайлович Гусятников, он не был президентом Федерации уже на тот момент, но вспомнил про меня, позвонили, вызвали, сказали, надо заниматься. Но для меня это был, конечно, большой вызов, я, естественно, согласился, это было крайне интересно, и тогда все закрутилось в 2012 году. Пришлось очень быстро осваивать эту непростую профессию, потому что профессия генерального менеджера любой команды – это не только взаимодействие со спонсорами, в первую очередь со спонсорами, которые дают бюджет для команды, денежные, плюс планирование календаря, взаимодействие со всеми организаторами соревнований, подбор персонала, гонщиков, заключение контрактов, много чего. Но на тот момент пришлось это все в экспресс-режиме таком осваивать, потихоньку втянулись. Было очень непросто получить лицензию на 2013 год, потому что, когда я приступил к исполнению своих обязательств, тогда какие-то сроки были уже просрочены на тот момент, что-то не успели предоставить. Но была поставлена задача, что нужно получить статус профессиональной команды, и мы сделали это, начали выступать в 2013 году. Это был второй год уже для команды. Получили приглашение на много гонок, потихоньку команда начала развиваться. До этого в России Катюша, Тинькофф, то есть они никогда не были в юрисдикции российских компаний? Или это правильно? Тинькофф, ну, Катюша была и на тот момент, когда, вот, 2012, 2013, 2014, и тогда мы там параллельно ехали. Юрис Велла был и, соответственно. В общем-то, российская принадлежность на тот момент была у Катюши, насколько я помню. Это потом они стали швейцарской командой. А у нас всегда исторический был российский флаг. Газпром сразу? Нет, это произошло в 2016 году. Ну, в общем-то, подготовка к Олимпийским играм, для меня это была важная, приоритетная задача. Я, конечно, об этом редко кому говорил, но, по сути дела, мы занимались подготовкой и трековой нашей сборной, с сопровождением нашей спринтерской сборной. Ну, женская команда у нас была, да много чего. В общем, в итоге три олимпийских медали, все медали с участием команды Газпром-Русвелла. Все четыре, по-моему, да. Я сейчас вспомню. Наверное, четыре все-таки, да. Забелинской четыре. И все ребята были в команде, да? Да, внутри были, всех финансировали, всех поддерживали. То есть, это всегда было у нас внутри. То есть, наше сопровождение Олимпийской сборной, это была одна из главных приоритетных задач. То есть, это был такой механизм финансирования и поддержки именно велоспорта, да? Не только финансирование, то есть, мы полностью сопровождали, то есть, это был транспорт, это была организация сборов. По сути дела, они были всегда трековая, трековая спринтерская команда внутри, всегда находилась женская команда внутри. То есть, у нас это был полноценный процесс, не только там дать денег и все. И это большая гордость, эти олимпийские награды, которые нам удалось завоевать. Я еще в 16-м году возглавлял, в принципе, был менеджером олимпийской команды по велоспорту мы в Рио тогда. Провел я там почти месяц в Рио. И еще какое-то там огромное количество, я сейчас даже не вспомню, медалей чемпионатов мира и чемпионатов Европы и так далее. Все это, у меня там записано где-то, ну, в общем, сейчас что об этом говорить. В общем, очень много разных медалей, которые удалось завоевать. Их напрямую никогда не связывали с командой Газпром Русвела, но они на самом деле являются прямой заслугой нашего коллектива. И действительно много этих наград. Как к нам относились тогда, вот до происходящих событий? К нам всегда классно относились. До 2015 года мы назывались просто Русвела. А в 2016 году, благодаря поддержке Алексея Борисовича Миллер, согласился поддержать команду ООН и Сергея Владимировича Куприянов. Это люди, которые оказали поддержку нам в необходимый момент, в олимпийский год. И тогда, с 2016 года мы стали называться Газпром Русвела. И это был интересный год, потому что мы получили впервые тогда приглашение для участия в Джириде Италии. Это на самом деле было очень такое важное событие, потому что, во-первых, это был полностью российский состав. Это была российская команда. Это было впервые, потому что получить команды мирового тура автоматически стартует на гран-турах. А команды из второго дивизиона, профессиональной команды, они получают приглашение. И, как правило, этих wildcard всего четыре. Иногда три, иногда четыре. И отобраться в список из этих четырех команд, приглашенных, ну, не будучи итальянской командой в Италии, практически нереально. У нас получилось. Нам сказали наши доброжелатели, там, в кавычках, что куда вы полезли, вы, наверное, даже до финиша не доедете. Но тут случился интересный факт. Мы не только доехали до финиша, но и выиграли этап тяжелейший, горную разделку. И у нас только один человек не добрался до финиша в итоге в Милане. По-моему, в Милане мы финишировали, да. Произошло это из-за того, что наш гонщик Александр Фалифоров выиграл горную разделку, проехав ее так быстро, что Артур Ершов не вписался в лимит времени. То есть он высадил его, да. Но Артур Ершов, он заслуженнейший гонщик и чемпион мира на треке. Просто, ну, в общем, так совпало, да. То есть у него выпал плохой день, у другого выпал хороший день. В общем, мы приехали с победой, и только одного бойца по дороге потеряли вот при таких интересных обстоятельствах. А какими в итоге были? Ну, сейчас уже в генеральной классификации там, да не так уж и неплохой получился результат. Но самое главное на тот момент это была именно вот эта победа на этапе. Потому что выиграть этап на гран-туре для профессиональной команды это очень большая цель. Ну, и для любого гонщика. Да, и для любого, и для любой команды. То есть уехать с победой не всем командам удается. Нам, у нас получилось. И, по-моему, два раза, да? Да, в семнадцатом году тоже ехали, тоже увезли приз. У нас Павел Брут стал гонщиком, который больше всех километров проехал в отрыве. Вот, и это был специальный приз, который вручался отдельно. То есть там тоже, ну, мы постоянно там, каждый день по три-четыре часа на экране. Мы остались довольны, хоть и не получилось выиграть этап на той гонке. Но, тем не менее, по-моему, эфирного времени на себя мы забрали не меньше, чем все остальные. И я так понимаю, что это был такой некий пик, да? Нет, это не был пик. Дальше было очень много чего интересного. Потому что у нас был на тот момент полностью российский состав. И тогда стало понятно, что это является лимитирующим фактором для любой профессиональной команды. Мононациональность – это, конечно, хорошая цель. Но если мы обратим внимание, то полностью итальянских команд в мировом туре, ну, состоящих только из итальянских гонщиков, предположим, или французских, их нет. Везде интернациональные составы. И если бы можно было сделать, наверное, мононациональную команду, то Реал Мадрид или там Барселона играли бы одними испанцами, безусловно. Но, тем не менее, команда всегда интернациональна. И за счет этого создается необходимый такой обмен энергии, конкуренция какая-то и так далее. И команда едет. Консистенция такая, да? И вот мы поговорили тогда с нашим спонсором и, ну, так разрешили нам, можно сказать, что нужно, да, нужно брать иностранцев. И тогда, по-моему, первый год 2020 был. В общем, стали брать людей. У нас появились ребята из Италии, из Казахстана. Но самый интернациональный состав получился в 2022 году. Как раз у нас были испанцы, костариканец, норвежец, чехи. В общем, вот полностью интернациональная команда. Ну, так мы и стартанули сезон. Стартанули сразу с побед. Выиграли на туре Турции. Призовые места были. А потом, 25 февраля, мы выиграли этап на туре Абу-Даби. Ла-Е-Тур, прошу прощения. Это гонка мирового тура, которая стала заключительной для команды. Ну, мы к этому еще вернемся. Скажи, пожалуйста, вот твои функции как генерального менеджера. То есть ты мог определять гонщиков, мог заключать с ними контракт, мог выбирать тренеров. Какие еще задачи стоялись именно как генеральному менеджеру? В конечном счете выбор гонщиков и выбор гонок не являлись приоритетными. Мы прошли какое-то время, когда появились специалисты, которые отвечали, соответственно, за комплектование команды. Подбор гонок. Моя задача была определить вектор. То есть и сказать, что вот эти гонки, там они по спонсорским контрактам нам нужно проехать обязательно. То есть какие-то основные вехи мы расставляли. Самая главная задача, конечно, это была финансовая задача. То есть это финансирование и контроль за тем, чтобы всегда бюджет команды, он совпадал, соответственно, с нашей деятельностью. Чтобы никогда не возникало дефицита. Это не так-то просто, потому что там очень много чего происходит. Все время что-то идет не так. И нужно очень хорошо все спланировать, потому что спонсорский контракт заключается на определенную цифру. И дополнительных денег тебе никто не даст. Соответственно, тебе нужно все очень хорошо рассчитать. Мы эту задачу выполняли в приоритете. Я имею в виду уже там 2020 и далее годы, когда все было налажено, когда мы построили базу, когда расставили всех людей по местам. Основная задача была, конечно, выставить важные вехи календаря и контролировать финансирование и исполнение бюджета. Это самое важное. Ну а так, на самом деле, я всегда был в курсе всех событий, которые происходят в команде, всех платежей, которые происходят в команде. И когда что-то случалось, всегда приходилось быть на острие. Ну, честно говоря, иногда было интересно поработать и спортивным директором. У меня есть диплом профессионального спортивного директора, который Международная Федерация выдает. Но это отдельное обучение. И самым запоминающимся сюжетом из работы спортивного директора, конкретно, это, конечно, моя работа с командой на Джириде Италия Андеровской и Победа Власова в 2018 году. Никогда, наверное, не забуду этих эмоций. Сейчас он в Борохан с Гроя? Да. Не общаетесь? Бывает. Мы переписываемся, да. Со всеми отличные отношения. Ну, сегодня, вот, если взглянуть, так сказать, издалека, да, все великое видится же издалека, был шанс сохранить команду? Или вот все-таки эти события просто ставили крест? Сейчас я смотрю на эти события уже с прошествием небольшого количества времени и понимаю, что мы сделали на тот момент все возможное из того, что можно было сделать. Но такого желания со стороны Международной Федерации точно не было. И сейчас, когда я смотрю на эти события, и если меня попросят охарактеризовать какой-то одной фразой, то самое подходящее, что приходит в голову, это то, как в свое время спел Бутусов. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Это как раз про них и про эту ситуацию. Поэтому тут добавить ничего не получится, наверное, другого. Это тот мир, который очень хорошо описан словами песни группы Наутилус Помпилиус, которые я привел. То есть, если ты идешь по грязной дороге, ты не можешь не вымазать ног. Поэтому на тот момент сделали все возможное. Но это было отвергнуто без всяких вообще на то оснований. Потому что мы на самом деле и меняли, и предлагали выступать в белых майках, и предлагали... У нас была возможность сменить флаг команды, да. Потому что в профессиональном спорте гражданство команды определяется по двум факторам. Либо это местоположение титульного спонсора, либо это местоположение страна регистрации платежного агента. У нас регистрация платежного агента была Швейцария. То есть, мы могли спокойно стать швейцарской командой на тот момент. Ни одно из тех предложений, несмотря на то, что у нас был полностью интернациональный коллектив, куча гонщиков, некоторые из которых и сейчас прекрасно выступают, и мы их видим на экранах, но не было никакого желания со стороны международной федерации идти навстречу. Такое впечатление, что это была какая-то бандитская схема, которая реализовывалась по отношению к команде. Я по-другому сейчас даже не смогу это сформулировать, потому что есть абсолютно все документы, все предложения и так далее. Тем не менее, мы оказались там, где оказались. То есть, команду просто отменили. Поменяли спонсора, такая схема не рассматривалась. Положим, не Газпром, а какая-то российская, но компания зарегистрирована в другой юрисдикции. Ну, на тот момент, наверное, можно было бы... Если в подробностях, то у нас были деньги, что я предлагал на тот момент Международной Федерации. У нас были деньги, чтобы спокойно провести, выплатить зарплаты, проехать все гонки на протяжении 3-4 месяцев. Был такой запас бюджета. И у нас были приглашения на несколько топовых гонок мирового тура, в том числе Каталуния, в том числе... Там было, по-моему, 3 гонки недельных. То есть, была возможность получить приглашение на Джиро в том году, потому что мы начали сразу с побед. И это была классная витрина для того, чтобы показать команду в белых майках, которым можно было прилепить любого спонсора, заинтересованного в побеждающей на тот момент команде. Ты едешь, крутые гонки, тебя показывают по телевизору, у тебя белая майка, у тебя есть деньги, чтобы ехать до июня. Все гонщики были согласны, все прекрасно понимали ситуацию, но нам не дали этого сделать. Президент Лапартьен отказал нам в этом. То есть, это было целенаправленное уничтожение команды. По его личному желанию или по чьей-то рекомендации, вот единственный вопрос, на который я не смогу ответить. Ну, а кто-то вот хотя бы из окружения делал какие-то предложения с точки зрения... Давайте сохраним команду, давайте переведем, допустим, ребят куда-то в какую-то другую юрисдикцию, какие-то еще варианты. У нас, опять же, это не какая-то закрытая информация, у нас титульный спонсор был, была компания «Газпром Германия». Она тогда принадлежала, соответственно, российским структурам «Газпрома». Те сразу же, когда все началось, отказались от исполнения спонсорского контракта, нас поддержал «Газпром». То есть, нам нужны были какие-то средства для того, чтобы выплатить гонщикам по контрактам. И я хочу сказать, что это действительно честный и большой такой надежный спонсор, который у нас был. Все это знали и все это знают сейчас, потому что по итогам всего того, что произошло в 2020 году, при 70 или 80 человеках, которые были задействованы в команде, как персонал, как гонщики, у нас ни одного судебного иска, ни одной адвокатской претензии, ничего. Мы выполнили обязательства перед всеми благодаря российскому «Газпрому». Немцы пропали сразу, немцы показали свое лицо буквально сразу, то есть ни в чем не разбираясь и ничего не ожидая. Но нас поддержала наша российская сторона, и мы смогли просто-напросто... Да, команда закрылась, но никто не скажет ничего плохого, никто не скажет, в прессе не найдете ничего плохого о том, что вот «Газпром», там то-то, то-то, то-то. Все гонщики прекрасно понимали ситуацию, иностранные наши гонщики. И я больше того скажу, что некоторые из них... Одно из сообщений от Малучелли, Матео Малучелли, спринтер, он, кстати, выиграл три этапа на туре Малайзии, сейчас он пишет, ну, когда уже вернешься, когда хотим обратно вернуться к тому коллективу, который у нас был. То есть это говорит о том, что все было сделано классно. То, что наша команда была надежная, хорошо организованная, наши спонсоры надежные, это и есть на самом деле лицо российского спорта, которое мы должны показывать. Оно вот такое, потому что верить тому, что происходит там, я лично знаю, что происходит с гонщиками, как выплачиваются или не выплачиваются контракты в некоторых других командах, как поступают иногда, не все, но иногда. Я скажу, что наши структуры, наш спорт гораздо надежнее себя показал именно со стороны выполнения своих обязательств. Как думаешь, по прошествии двух с половиной лет есть шанс вернуться? То на сегодня, я скажу так, у нас не так много специалистов, те, кто прошел, так сказать, необходимую школу жизни в профессиональном... Мы про велоспорт сейчас говорим, давайте конкретно про велоспорт. Да, Вячеслав Якимов, который возглавляет Федерацию велосипедного спорта сейчас, ну, Катюша определенный путь прошел и уже на протяжении длительного периода руководит Федерацией велосипедного спорта России. У него есть опыт необходимый. У меня есть опыт 10-летний, 11-летний, то есть тоже, я считаю, который применим. И есть еще один специалист, я сейчас рискну кого-то забыть, но вот основные люди, еще есть Дмитрий Сидун. Он сейчас работает в Астане, тоже наш российский гражданин. У него тоже огромный, колоссальный опыт. То есть у нас есть люди, мы, кстати, с Сидуном вместе работали в 22-м году. Есть люди, которые способны организовать сейчас достойную структуру. Есть методы для того, чтобы это сделать и для того, чтобы выступать в международном календаре. Ну, самый главный вопрос велоспорта – это всегда финансирование. То есть он не такой уж самодостаточный. Здесь спонсорство имеет колоссальное значение, об этом много чего говорилось еще со времен команды Тинькова. Да, это можно сделать. В любой момент. То есть есть еще порох в пороховницах. Да, главное есть знания. Да, и опыт. И опыт. Часто вспоминаешь? Да, в последнее время как-то, да не очень. Честно говоря, сейчас я постоянно нахожусь в Москве, в России. Ну, конечно, и в Италии тоже много времени пришлось провести. Я как-то считал, что в общей сложности я провел больше третьей жизни своей в Италии в итоге. Больше третьей, да. И, конечно, с удовольствием туда возвращаюсь, потому что, ну, это так просто не проходит. Я свободно говорю на итальянском. Дети свободно говорят на итальянском тоже. Ну, так получилось, да. Поэтому, да у нас нет никому никаких претензий. Всегда приятно. К нам всегда хорошо относятся. Я имею в виду, к россиянам всегда относились и относятся хорошо. Меньше читать европейских газет. Правда, на самом деле, другая. Хороший совет. Три больших этапа в твоей жизни. Спортсмена, телерадиоведущего и менеджера крупной спортивной команды. Что сейчас? Чем занимаешься? Какие задачи и цели преследуешь в эти годы? Ну, все же по кругу ходит. Я, помните, говорил, что я на аккордеоне играл. Да, с этого мы начали. Я на аккордеоне сейчас не играю. Но вот музыка. Я сейчас, в общем, играю на гитаре. Ритм-гитара в одной группе. Ну, это такое вовлечение. Не знаю, пока мы как раз растем к какому-то нашему первому большому концерту. Маленькие уже и делали. Но это, конечно, пока такой уровень любительский. Но для меня это всегда было важным в жизни. Музыка всегда сопровождала. Мы переписывали кассеты на сборах. Мы всегда были вовлечены этим. И всегда это был рок или тяжелая музыка. И сейчас получилось так, что появилось время заниматься этим любимым делом, которое всегда сопровождало, кроме спорта, мою жизнь. Ну и, конечно, семья. У меня четверо детей. Любимая жена. Ох, какой ты. Ими тоже приходится много заниматься. Молодец, молодец. Ну, пригласишь на дебютный концерт. С удовольствием. Я тоже занимался музыкой, правда, фортепианом. Фортепиано. Восемь лет. Красный диплом. Так что, в общем, я тоже понимаю, что это такое. Могу быть клавишником, кстати. А нам как раз клавишник был лучше. Я только хотел сказать. Клавиши нам нужны. Так что, вот, триатлон, велоспорт, музыка тоже. Все очень близко. Менеджер, да. Короткий блиц. А я буду задать вопросы, отвечать можно односложно. Велоспорт или хоккей? Велоспорт. Менеджер или телеведущий? Менеджер. Марафон беговой или веломногодневка? На сегодня беговой марафон. И последний вопрос. В чем смысл жизни? В семье, в счастье и возможности делать то, что ты любишь. Главное, не изменять своей мечте. Мечта есть у каждого. И если про нее не забывать, в итоге все равно вернуться к ее осуществлению, то все будет хорошо. Это был Ренат Хамедуллин. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова